Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «История идей». Русская философская мысль своеобразна и многообразна. Это касается не только ее идейного содержания, но и самих форм выражения. Если для Запада типична фигура академического философа в уютной тиши кабинета, пишущего ученые трактаты, то в России мы видим иную картину. Здесь идейными вождями традиционно выступали самобытные мыслители, которые выражали свои концепции зачастую в парадоксальной, образно-художественной форме. Такие творцы, как Федор Достоевский, Лев Толстой, Андрей Тарковский, не были профессиональными философами, но оказали колоссальное влияние на умонастроение миллионов людей. Мой собеседник Игорь Иванович Евлампиев, доктор философских наук, профессор философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Игорь Иванович автор целого ряда книг по русской философии, среди которых я бы назвал монографию «Божественная и человеческая философия» Ивана Ильина, двухтомник, фундаментальный двухтомник «Русская философия в поисках Абсолюта», затем книга «Художественная философия» Андрея Тарковского, первое издание которой уже давно стало библиографической редкостью. Вот в этом году Игорь Иванович подготовил второе, расширенное издание. И, наконец, готовится к печати книга, в которой будут подведены итоги многолетних рассмышлений о творчестве нашего великого писателя-мыслителя Федора Михайловича Достоевского. Эта книга будет называться «Философия человека в творчестве Достоевского». Многие исследователи русской философской мысли обращают внимание на то, что для нее особенно характерны неклассические, такие парадоксальные образно-художественные формы выражения. Причем порой они выходят даже на первый план по сравнению с традиционными, специализированными формами философствования. В принципе, по большому счету, в строгом смысле слова, философии в Древней Руси не было. Как, например, на Западе была схоластика в Средневековье, была и на арабо-мусульманском Востоке своя философия перепатетическая. У нас эта традиция была очень слабо развита, но, тем не менее, это не значит, что не было философствования. Например, князь Евгений Трубецкой называл древнерусскую иконопись «умозрением в красках», как известно. Ну и, в принципе, и в XVIII, и в XIX веках, и в новое время эта тенденция сохранилась. И зачастую в художественных произведениях выражались даже более яркие и влиятельные философские концепции, чем в каких-то трактатах. Вот как вы думаете, с чем связана такая ситуация? Во-первых, давайте вспомним, что мы традиционно же Россию помещаем между Западом и Востоком. И это, естественно, в национальном характере и, соответственно, в формах культуры сказывается. Запад – это все-таки логика рациональная. Здесь на первом плане именно такая строгость мысли. Восток, наоборот, это же попытка понять суть жизни, суть бытия через какие-то интуиции рациональные. Да, там известно, что в Панишадах самый верный способ понимания истины – это молчание. То есть, как бы, что-то противоположное слову. Ну, а Россия, она, видимо, совмещает эти две традиции. Но, правда, с другой стороны, простите, что сразу вас перебиваю. Так сказать, Витгенштейн в XX веке на Западе пришел примерно к тем же самым выводам. О чем нельзя говорить, о том следует молчание. Ну, Запад идет к этому со своей стороны, со стороны рациональности. И здесь влияние, кстати, русской философии, частичной русской культуры сказывается. Но в России, вот, как бы, исходно, условно говоря, две традиции существовало. И традиция рационального осмысления каких-то важнейших проблем. И традиция такого образно-художественного. Да, вот вы очень удачно назвали иконопись, да, как первую форму философствования. Затем русская литература классическая, да, и далее там и советская литература. Мы знаем примеры философской литературы, там, это и творчество Андрея Платонова, и Михаил Булгаков, да, и поэзия философская, там, Борис Пастернак, и, там, Арсений Тарковский. Действительно, и Андрей Тарковский, как художник, который визуальную философию своего рода создал. Это одна причина, да. Но есть и вторая причина, такая, может быть, более сложная. Дело в том, что ведь на Западе философия рождалась из синтеза, ну, вот, средние века, такая уже зрелая философская традиция, которая называлась холостическая, рождалась из синтеза богословия христианского, да, и античной философии, да. Античная философия выступала очень важным таким рациональным основанием. Ну, Русь не приняла античного, у нас не было, как бы, воспринято античная философия достаточно глубоко, поэтому в такой более-менее рациональной форме, как ни странно, философские проблемы ставились внутри богословия. Ну, а богословие, оно все-таки достаточно жестко ограничивает свободу мысли вот некими догматическими рамками. Поэтому более свободно, более широко мировоззренческие проблемы, они ставились именно в более широком контексте культуры, да, вот, иконопись, живопись, литература и так далее. А может быть, тут есть еще какая-то вот специфика русской души, то, о чем писали Бердяев и другие люди, что вот русская душа, она более такая артистическая по своей натуре, ей, так сказать, ближе не логические дискурсивные формы мышления, а вот именно такие более пластические образы художественных. Безусловно, да, это, наверное, связано с тем, что как-то вот, наверное, в русском национальном характере заложена вот эта вот глубина к связи, может быть, с богом, абсолютом, да, с какими-то высшими началами бытия. А это все-таки до конца в рациональной форме невыразимо, да, вот. Ну, да, еще можно сказать, что еще один фактор такой любопытный, ведь в советскую эпоху в силу господства марксизма, да, марксистской идеологии, такие традиционные философские проблемы в сущности человека, связи человека с богом, там, да, их нельзя было ставить прямо, да, в философии. Ну, поэтому, вот, как бы, мысль философская, она, вот, опять же, ушла в эту сферу, в художественное творчество, потому что там это проще было. По окольным путем, изоповым языком. Да, да. Ну, кстати, это не только в 20 век, в общем-то, если взять и более древние, и 19-е, и 18-е, и дальше, так сказать, поскольку там тоже был некий идеологический диктат, ну, официальный, так сказать, государственно-церковный парадигмы, он, в общем, во многом сковывал свободную мысль. Да, мы говорим. И те же самые механизмы работали. Тоже люди, так сказать, вот выражались, например, вот такой самобытный философ Григорий Савичского рода, вот он, так сказать, оперировал и античными, и библейскими понятиями, но вместе с тем он из этого создавал совершенно особую, уникальную, такую вот синтетическую философию, самобытную совершенно. Другой пример, кстати, очень любопытный нам взять, это Михаил Бахтин, да, ведь он сейчас больше известен как литературовед, как исследователь Достоевского, но ведь на самом деле он глубокий мыслитель, религиозный мыслитель, это сейчас тоже понятно, да, но просто в ту эпоху, когда он жил, да, 30-е, там, 40-е годы, безусловно, невозможно было вот те проблемы, о которых он думал, выражаться прямо философски. И, как ни странно, вот он облег свою философию в форму исследования Достоевского, и поэтому это такой творческий подход к Достоевскому, с которым не всегда можно соглашаться, именно потому, что это вот такой самостоятельный мыслитель переосмысливает по-своему Достоевского. Ну, с другой стороны, известны его работы о карнавальной культуре. Да, 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 не только. А когда вы говорите о Бахтине, как, ну, хорошо, что мы упомянули это имя, потому что это действительно одна из крупнейших фигур в русской мысли, вообще в русской культуре 20-го века, как минимум. Когда вы говорите о нем, как о религиозном мыслителе, к какой традиции вы его причисляете? Вот этой вот, очевидно, традиции религиозного диалога, которая связана с Мартином Бубером или с какой-то иной? Ну, почему? Он же русский корни имеет, это, собственно, традиция русской дореволюционной религиозной философии, да, там, вот, там и Франк, и Бердяев, и Лосев, это все, безусловно, как бы источники его творчества, я думаю. Там идея полифонии, которую он приписывает Достоевскому, и, кстати, многими это оспаривается, сама эта идея, это же идея личности, да, это идея самостоятельности личности, которая, вот, как бы, перед Богом предстоит. Ну, то, что называется персонализмом. Персонализм, да. Хотя, кстати говоря, к вопросу о полифоничности творчества Достоевского, вот я писал диссертацию о Георгии Флоровском, был такой замечательный религиозный мыслитель. Богослов, философ русского зарубежья, вот он в молодости очень увлекался Достоевским, у него много статей об этом мыслителе, он собирался писать о нем книгу, правда, этот замысел не осуществился. Вот в одной из своих статей, начала 20-х годов, он говорит как раз о том, что творчество Достоевского идеологично, что, и вот развивает вот эти все идеи, которые чуть позже озвучил Бахтин. Я пока не занимался таким доскональным анализом, кто же, так сказать, был первым, но возможно, что даже никто здесь не был первым. Это вот некие идеи, которые носятся в воздухе и просто одновременно угадываются разными людьми. Как вам такое предположение? Ну, это да, я согласен, что это на самом деле, как бы, видимо, Бахтин тут не первый был в такой интерпретации Достоевского, но если уж мы об этом говорим так подробно, то я бы высказал такое, как бы, критическое мнение по поводу вот той модели творчества Достоевского, который выдвинул Бахтин. Конечно, конечно. Пытается ее выразить во всех своих героях, да, и как раз никакой полифонии Шустов не видит. Теперь я предлагаю перейти все-таки уже к разговору о самом Достоевском. Итак, вот Федор Михайлович Достоевский – это такой загадочный мыслитель, великий писатель, который поставил перед человечеством массу вопросов, над которыми человечество продолжает биться над их разгадкой. Как известно, он начинал с увлечения социализма, был членом кружка Петрашевцев. И, в общем-то, это было очень понятно для молодого человека, интеллигентного, такого ищущего его времени в России середины XIX века. Потом он резко изменил свою духовную ориентацию и стал религиозным мыслителем, отрекся от социализма, стал обличать социалистическое движение. Как вы думаете, в чем объяснение таких метаморфоз его развития? Ну, я бы не стал так сильно, во-первых, противопоставлять, потому что, как известно, в России и идеи социализма, они тоже некоторые религиозные обоснования имели. Это великолепно показал в своих работах Сергей Николаевич Булгаков еще в начале XX века. Так что тут противоречия нет. Я думаю, что увлечение социализмом у Достоевского тоже, в конечном счете, имело религиозные корни. Я думаю, что здесь больше надо говорить о том, что ранний Достоевский, он, видимо, очень сильно был увлечен западной философией. Он один из тех русских мыслителей, который очень внимательно следил за западной философией. Хотя, конечно, он ее не очень глубоко знал, потому что все-таки он не был профессиональным философом. Но, тем не менее, основные тенденции, видимо, он уловил. Но, тем не менее, по-французски считал, в отличие от Белинского, для которого делали специальные переводы Гегеля и прочее. В частности, в связи с Белинским связано увлечение и самого Белинского, и Достоевского, например, Фихта. Это такая интересная тема, еще малоизвестная. То есть, даже и Гегель его интересовал, Кант, безусловно, интересовал. И вот ранний Достоевский, он такой немножко западник, но потом он больше интересуется религиозной проблематикой, ближе становится к словенофилам, условно говоря, если иметь в виду вот эту дихотомию русской философии. Обычно называют ученичеством эту позицию. Да, в итоге он приходит к некому синтезу. И, кстати, это, на мой взгляд, одна из заслуг Достоевского, что вот это вот достаточно неплодотворное и резкое противостояние двух тенденций западников-славянофилов, он на самом деле сгладил, синтезировал как-то. И вот его почерничество, это есть попытка показать, что можно выйти на более высокую точку зрения. Другое дело, что она настолько сложна и внутренне противоречива, правда, диалектически противоречива, то есть плодотворно противоречива, что ее, к сожалению, мало кто до конца понял, и продолжение она, собственно, не имела такого плодотворного. Но, безусловно, у Достоевского, если мы говорим о его развитии, и когда он социализм увлекался, и когда он там религиозным художником стал, и к религиозной проблематике обратился, все-таки во всех случаях главной проблемой была проблема человека. И в этом смысле он уловил тенденцию и западной философии XIX века, то, которую мы назовем не классической, о том, что именно человеческая личность, человек, человеческое бытие становится главной проблемой, вокруг которого все абсолютно философские проблемы должны концентрироваться. Ну и я бы так сказал, что он даже предложил абсолютно новую модель человека, уловив, повторю, те тенденции, которые уже на Западе были. И в этом его заслуга. Даже не в том, что он религиозную философию создавал, а в том, что он создал абсолютно новую концепцию человека. То есть это такая новаторская, которая дальше получила развитие в XX веке уже, например, в экзистенциализме. Если говорить о том, что это за концепция. Но это надо уже тогда говорить. Да, вот у меня есть цитата, выписка из писем Достоевского к его брату Михаилу. Знаменитая вот эта его фраза. «Человек есть тайна, ее надо разгадать. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Да, это известно. И так, в чем же, так сказать, ответ Достоевского на вопрос о человеке? Как он понимает человека? Да, это самое главное и самое сложное. И здесь, мне кажется, нужно понять, на каком фоне он творил, если иметь в виду его философское измерение и его творчество. В это время очень популярна была немецкая классическая философия, которая задана была Эммануилом Кантом. А там у Канта важнейшая идея – это идея абсолютности человека. Человек – это центр реальности. Кант, известный немецкий философ, сам про себя сказал. И совершил Коперниканский переворот философии. Что он имел в виду? Он имел в виду, что философия, в которой человек занимал, все-таки не самое главное место. Он именно человеческую личность на первый план поставил. Причем человека он понял как абсолютное существо, существо, которое не подчинено окружающему миру, а наоборот, в каком-то смысле над миром господствует и определяет этот мир. Ну и вот, мне кажется, в этом контексте Достоевский вот эту революцию, которую Кант только начал, он завершает, по сути, но в такой вот немножко нестрогой, конечно, форме, но завершает. Он, по сути, утверждает, что человек именно в своем явленном бытии, в мире явлении, он является абсолютным началом. То есть весь мир. Не мы от мира зависим, а мир зависит от нас. Вот парадоксальная формула, так бы я ее выразил у Достоевского. Кстати, впервые вот это понимание того, что именно человек, конкретный эмпирический человек является неким абсолютным существом у Достоевского, это Бердяев очень хорошо уловило. В этом смысле мне интерпретация Достоевского в творчестве Бердяева особенно интересна и близка. Ну и вот, собственно, это некий парадокс. Этот парадокс Достоевский в своем творчестве постоянно и пытается вот как бы обнажить и как-то разъяснить, как мы можем считать человека, эмпирического человека, неким абсолютным существом, который выше всего мира. Если он ограничен, прежде всего, смертен, конечен в пространстве и времени. Ну и вот здесь можно вспомнить одну из известнейших цитат опять же из Достоевского, одно из известнейших мест в его дневниках, которое тем интересно, что здесь он от себя говорит. Это не герой его говорит, это он сам говорит к читателю, дневник писателя, где его собственные слова. Он там прямо утверждает, что важнейшая идея, с которой человек живет и которая должна делать его существование осмысленным, это идея бессмертия. То есть человек не является существом ограниченным, он является существом бесконечным. Вот эти вопросы бессмертия, смерти и бессмертия, с одной стороны, с другой стороны, место человека в мире и в частности абсолютности его значения для мироздания, они напрямую соприкасаются с религиозно-философской уже проблематикой. И тут невольно переходим к вопросу о религиозных темах Достоевского, о его религиозных убеждениях. С одной стороны, вроде бы он проповедовал православие, он был таким сторонником церкви, он создал образ старца Зосимы, который фактически авторские мысли в романе братья Карамазового выражает, сам неоднократно ездил в Оптину пустынь, и многие его прямо причисляют к православным мыслителям. Но с другой стороны, сам он признавался, я, дитя неверия и сомнения до гробовой крышки. Вот как же все-таки понимать, был он человеком верующим, неверующим, или он жаждал веры, но не мог ее обрести? Каков был его персонально-религиозный опыт? Да, это очень интересно. И, кстати, до сих пор еще, по-моему, до конца нерешенный вопрос. И, кстати, я здесь бы еще добавил по поводу интерпретации. Действительно, ведь существует две абсолютно полярные точки зрения на Достоевского религиозного мыслителя. Одна эта очень талантливо выражена Николаем Ануфриевичем Лосским, Достоевского христианское миропонимание. Действительно, он пытается доказать, что он абсолютно такой христианский православный в каноническом, догматическом смысле мыслитель. Но, с другой стороны, есть интерпретация не менее талантливая, безусловно, очень популярная на Западе. Это интерпретация Альбера Камю, где он прямо пишет, что Достоевский только изображает религиозность. В самом деле, он атеист. То есть, это первый настоящий подлинный атеист в европейской философии. Как бы вот следующий Ницше, а вот Достоевский первый. Уже даже в трактовке вот этих вопросов о бессмертии и о значении человека в мироздании уже проявляется его, в общем-то, не вполне каноничная позиция, потому что все-таки для традиционного христианства, конечно же, человек раб Божий. Да, это венец творения, но он, так сказать, занимает все-таки подчиненное положение перед Богом. А у Достоевского человек — это бездна. А с другой стороны, вот эта тоже проблема бессмертия, она решается довольно специфично у Достоевского. То есть, это не совсем вот тот традиционный потусторонний мир, о котором учила церковь. Поэтому, все-таки, вот, мне кажется, здесь еще есть о чем поговорить нам с вами. Да, совершенно верно. Так это центральная проблема, на мой взгляд. Действительно, как Достоевский понимал про бессмертие, да, и что это такое, потому что он сам же определяет эту тему, эту проблему, как важнейшую для своей философии. Да, ну и вот здесь я бы хотел обратить внимание, собственно, это давно уже обращено и в критике, и в философских исследованиях о Достоевском, что у Достоевского, вот, когда он говорит о Боге, почти нет понятия Бога-творца, да, очень редко-редко встречается там все несколько раз, да. То есть, он, по сути, когда говорит о Боге, в основном, в подавляющем большинстве случаев, имеет в виду Христа, образ Иисуса Христа. Вот это действительно центральный образ его философии, да, и поэтому, и когда и мы говорим о религиозной тематике Достоевского, конечно, здесь надо, прежде всего, вот, сконцентрировать внимание, а что он понимает, как он понимает Иисуса Христа, да. И вот здесь выясняется, что, конечно, здесь не совсем канонический образ. Я приведу два примера, очень наглядных примера. Один из, ну, более-менее раннего, но не раннего, после, там, сразу после кадра же него, эпохи. А второй из братьев Карамазов, из позднего творчества, вот, образа Иисуса Христа, очень известный в литературе видения. Одно это его записка, которая была сделана в день смерти его первой жены в 1864 году, где Христос просто определен, это известное определение, он даже курсивом его выделяет в тексте. Христос это идеал человека воплоти, идеал человека воплоти, да, то есть, как бы здесь, ну, совершенно очевидно, Христа он понимает не столько как Бога человека, но в такой-то канонической христианской традиции, как некий вот предел развития вот этой, вот этой человеческой сути абсолютной, да, то есть, Христос дает нам тот образец, которому каждый человек должен стремиться в жизни, вот, стремясь раскрыть вот эту свою абсолютность, божественное измерение, да, в самом человеке заложено божественное измерение, и вот он должен его раскрыть, и тогда он станет подобным Христу. То есть, в этом смысле получается, что Бог это, скорее, некая вот глубина в самом человеке, парадоксальным образом, то есть, это вот одно определение, да, Христос как идеал человека воплоти. А второе, это образ Христа в братьях Карамазовых, в итоговом романе, и там действительно в некие итоги он в своей... В легенде о Великом Инквизиторе. Даже нет, я как раз здесь хотел... В легенде о Великом Инквизиторе более сложна, и тут как раз вот более сложная интерпретация нужна. А я хотел обратить внимание на образ Иисуса Христа, который вот в видении Алеши Карамазова, это глава Канна Галилейская, в которой изображается главный герой Алеши Карамазов, который приходит к покойному старцу Зосиме, который умер, да, и вот он последний раз к нему приходит помолиться около его тела, и потом уходит из монастыря. И вот в этот момент, когда он молится у тела старца Зосимы, он так полузасыпает, и ему видение, как бы такое, предстает, да. И что он видит в этом? Христа, Иисус Христа, да. А именно первую он видит Христа в тот момент, когда тот совершает первое чудо. В Евангелиях ведь первое чудо, которое совершает Христос, это он приходит на брачный пир и превращает по просьбе людей, которые там были, простых причем каких-то там людей, как сказано в Евангелиях, в воду, в вино, потому что им вина не хватало, да. То есть не воскрешение мертвых, да, здесь не воскрешение Лазаря или девочки, там, как главным чудом в видении Алеши предстает, а именно Кана Галилейская, да, и он интерпретирует, ну, там параллельный текст идет, который как бы Алеша про себя продумывает, да, то есть тем самым он видит Иисуса Христа как носитель такой абсолютной радости человеческой, да, причем простой земной радости, земной. Тут важно подчеркнуть, что Кана Галилейская, это же брачный пир, да, то есть как бы радость людей, связанная с совершенно такими земными устремлениями. Жизнеутверждающими праздник такой. Жизнеутверждающими, да, даже не смерть, не потустороннее бытие, а именно вот жизнь здесь, да, брачный пир, да. И именно это в видении Алеши Карамазова становится как бы неким символом самого Иисуса Христа. Причем интересно, что там внутри вот эта сложная логика этого видения, он даже как бы сознательно противопоставляет, да, что вот надо же не только вот искупление, то есть вот эта известная как бы функция, как бы формально говоря, Христа до Голгофа, искупление грехов в человечестве, важно было в его явлении на земле, а и то, что он как бы радость людям просто земную радость принес, да. В каком-то смысле здесь Достоевский, в общем-то, по-своему православен, что я имею в виду? Потому что, как указывали вот богословы уже 20 века, которые осмысляли исторический опыт церковный и сопоставляли там православную духовную традицию с католической, они указывали, что все-таки вот этот юридизм в понимании того же самого искупления, то есть жертва Христа как некоего вот выкупа человека из рабства греху, это сугубо католическое, такая схоластическое, связанное еще с римским правом, вот этим правовым юридическим мышлением традиция. Православие, оно все-таки не акцентировало вот именно эти стороны, оно больше указывало на какую-то такую вот праздничность того, что Христос — это именно богоявление, это пришествие Бога в мир, вот, и, так сказать, самим своим фактом воплощения, соединения с людьми, того, что он жил с ними, сосуществовал с ними, пострадал за них, вот он уже, так сказать, в этом его главная миссия, а не в том, что там какое-то произошло искупление. К вопросу об образах Иисуса Христа, мне, конечно, вспоминается роман «Идиоты», образ князя Мышкина, который замыслился Достоевским именно как изображение положительно прекрасного человека, и в черновиках он прямо называет Мышкина «князь Христос». Конечно, это интересный такой и парадоксальный образ, да, который, конечно, вот, ну, в дневниках осталось, вот это сопоставление с Христом, но, конечно, это очень смелое сопоставление, да. Князь Мышкин, безусловно, не достигает там состояния уж такого совершенного, да, и в этом смысле здесь иногда говорят, что Достоевский, вот, пытаясь, ну, то есть, имея замысел показать человека, который вот достигает... Не справился. Да, не справился, и это как раз говорит о том, что, может быть, он сам убедился, что это неправильная идея, но что-то в этом есть, да, потому что вот эта трагедия князя Мышкина, который снова впадает в безумие, там, в сумасшествие в конце, оно показывает, что действительно, вот, человеку на земле, видимо, очень трудно преодолеть свое несовершенство, да, так выстроить отношения с людьми, чтобы вот этот рай, как Ксарий Зосима говорил, возник, да, и это скорее негативный опыт. Но, тем не менее, то, что Достоевский повторяет это в «Братьях Карамазовых», итоговом романе, да, «Жизнь, есть рай, мы уже в раю», все равно вот это заставляет нас считать его взгляды на, ну, наверное, все-таки более оптимистическими в отношении человека, чем такое традиционное христианство, да, в этом же Леонтьев и обвиняет, чрезмерный оптимизм, да, не принятие идеи греха во всей полноте. А возвращаясь к Достоевскому, вот еще можно сказать, что ведь, вот мы говорили, идея бессмертия, да, у него важна, и тут важно понять, а как он ее понимал. Вот здесь, мне кажется, еще один чрезвычайно оригинальный момент в его воззрениях выясняется, который вот в исследовательской литературе, мне кажется, до конца еще не понят. Ведь, на мой взгляд, для Достоевского та бессмертная жизнь, которую ожидает человека, да, после его смерти земной, она не является, ну, как бы радикально отличной от земной. То есть это что-то подобное, как иногда говорят, идее переселения душ. Да, мы попадаем в некую иную реальность, согласно Достоевскому, в которой, вот, тем не менее, человек останется несовершенным, и по-прежнему перед ним будет стоять та же задача, то есть движение к совершенству, раскрытие абсолютного изменения. То есть у Достоевского же здесь самая, на первом плане, именно личность, да, которая во всех мирах, которые предстоит, да, после смерти, повторю, для Достоевского человек бессмертное существо, и ему предстоит множество жизней во множестве миров, но всегда он остается тем же самым, и у него стоит та же самая задача, борьба за свое совершенство, за то, чтобы стать вот подобным Христу, да, как идеалу, который вот воплощает... То есть здесь человек, это не просто пассивно-страдательный какой-то вот объект, с которым некие высшие силы манипулируют, а прежде всего все зависит от него самого. В этом смысле это все-таки, безусловно, христианская философия. Конечно, да. И в заключение разговора именно о Достоевском, прежде чем перейти к нашему следующему герою, я бы хотел остановиться на вопросе о влиянии Достоевского на мировую культуру и философию, потому что, может быть, это вообще самый великий русский мыслитель по тому влиянию, которое он оказал на Запад, на западных интеллектуалов. Достаточно назвать две фигуры, такие как Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд, которые, как известно, зачитывались Достоевским, и свои основные концепции они создали под влиянием вот этого чтения Достоевского. Ведь вот сейчас опубликованы, наконец, и на русском языке дневники Ницше, поздние дневники эпохи его последнего значимого труда, «Антихрист», трактата «Антихрист», да, и с некоторым даже удивлением мы теперь можем узнать, что в своей работе над этим трактатом Ницше непосредственно использовал, то есть он как бы вот в этот период активно читал, изучал выписки «Огромные дел», да, труды Достоевского, более конкретно «Роман Беса», да, и Толстого, да, его трактат «Моя вера», да, то есть Ницше делает дневники «Огромные выписки» из этих двух сочинений русских писателей. Это как раз те выписки, в которых, например, Толстой критикует традиционное христианство, там, ну и некоторые формы, там, государства, там, права современного, а у Достоевского он из «Романа Беса» выписывает как раз историю, там, героя Кириллова, который как раз об Иисусе Христе рассуждает, да, то есть он и на те фрагменты у Достоевского выбирает, которые касаются вот такой необычной интерпретации образа Иисуса Христа. И затем, видно, как, сделав эти выписки, он постепенно начинает формулировать свое собственное понимание истории христианства. Ну и, кстати, образ Иисуса Христа, который в книге «Антихрист присутствует», у него же там есть некоторые размышления о личности, он пытается разгадать эту фигуру, он пытается создать какой-то образ. Они, по-моему, довольно созвучны тому, что мы читаем Достоевского. Да, совершенно верно. Более того, даже Ницше в кульминации, когда он говорит о том, что есть главное в благовестии Иисуса Христа, он применяет термин, который аналогичен вот этому понятию радости, я говорил, да, вот эта радость, да, Ницше Христос как носитель абсолютной радости, такой земной. А Ницше пишет, что Христос носитель чувства блаженства, да, ну, даже терминологически похоже, то есть имея в виду вот некое состояние абсолютности, которое человек способен в земной жизни пережить, тем самым осознавая свое значение, центральное значение в мире. То есть это буквально вот и концепты похожие. Еще одна тема, это же Достоевский экзистенциализм, потому что экзистенциализм же, это, на мой взгляд, одно из самых глубоких направлений философии 20 века, и безусловно, это чрезвычайно оригинальное и глубокое философское тоже понимание человека. Экзистенциализм повлиял не только на западную философию, на всю западную культуру, на литературу, там, безусловно, я бы даже сказал, что Достоевского, ну, стандартно называют предтечей экзистенциализма, я бы даже усилил этот тезис, я бы его назвал первым экзистенциалистом, потому что, ну, все ключевые темы и проблемы экзистенциализма, они у Достоевского могут быть найдены. В этом году отмечается 80-летие со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского, в связи с этим были проведены юбилейные мероприятия, в частности, прошла крупная международная конференция, организованная библиотекой имени Сергея Эйзенштейна, междисциплинарные чтения, так называемые, посвященные Андрею Тарковскому, в которых вот мы с Игорем Ивановичем имели честь участвовать, и я хочу просто поделиться впечатлением от этого мероприятия. Меня поразило то, какой популярностью пользуются Тарковский не только в России, но и за рубежом, причем по всему миру, буквально от Востока до Запада. То есть Тарковский, он не только созвучен русской душе, так сказать, понятен русскому человеку, хотя, безусловно, он очень русский режиссер, он глубоко укоренен в отечественной культуре, но он фигур поистине мирового масштаба. В связи с этим вот я бы хотел как раз начать с вопроса о связи Тарковского с традицией мирового кинематографа, в особенности интеллектуального кинематографа. Как вы считаете, какие предшественники Тарковского ему были ближе, оказали на него наибольшее влияние, и как он вписывается в эту традицию интеллектуального кинематографа в целом? Ну, я бы так сказал, что он один из творцов даже этой традиции, потому что сейчас, когда мы говорим об этой традиции, мы его имеем в виду в качестве одного из основателей, современные кинематографисты, которые вот такое кино пытаются создавать, они, конечно, на него и ориентируются. В этом смысле это некое такое образцовое кино. Но все-таки если говорить о том, как формировался Тарковский, то вот здесь очень интересно, что ведь он был учеником Михаила Рома и никогда не отказывался от того, что он как бы очень много взял у него, это влияние для него было существенное. А Михаил Рома это представитель какого? Это представитель такого идеологического кино, нельзя сказать идейное, это советское идеологическое кино, где очень такая заданная идеология, то есть нарочитая система идей. Мы сейчас немножко свысока к этому кино относимся, потому что, ну, когда идеология господствует, конечно, искусство страдает. Но надо иметь в виду, что все равно это было то основание, на котором действительно вот уже более тонкое и более глубокое, такое философское кино Тарковского родилось. Вот это вот стремление выразить в кино какие-то, ну, может быть, слишком нарочитые, там, идеологические, даже с помощью штампов каких-то идей, да, это вот, сама эта парадигма, она, конечно, как бы и была основой, на которой вот он уже свой более тонкий и творческий такой метод разрабатывал. Ну и, конечно, рядом с ним работали, ну, европейские художники в ту же эпоху, которые вот по этому же пути пошли. Прежде всего, это Акира Курасава, наверное, Ингвард Бергман, да, вот, тех художников, которые... Ну, Курасава, это уже не европейский, а японский. Ну, он все равно. Это расширяет географию, да. Все равно, и он формировался, глядя на примеры европейского. Безусловно, Курасава оказал огромное влияние. Да, да, и Бергман, это вот, пожалуй, художник, который наиболее близок к Тарковскому. Хотя любимым своим режиссером Тарковский называл Роберо Брессона. Да, у Брессона все-таки Тарковский другое взял, и он прямо об этом пишет в своих теоретических работах. И Брессон его поразил вот этим стремлением, как раз, может быть, противоположным по отношению к такому вот идеологическому советскому кино, в среде которого Тарковский формировался, это попытка передать саму жизнь, как бы, да, вот, слить искусство с жизнью, да, вот, особенно, там, дневник сельского священника, он отмечает, Тарковский отмечает фильм, где вот, как бы, как бы, мы, как будто живем с этим человеком, да, проживаем с ним кусок его жизни, да. То есть, вот это вот течение времени на экране, которое, вот, захватывает нас и вовлекает в саму жизнь. Это, вот, как бы, второй полюс, как бы, да, творческой методы Тарковского, да, и вот ему, опять же, эти два, они абсолютно, казалось бы, полярные, да, выражение каких-то идей, то есть, как бы, тем самым, ну, подавление, подавление реальной жизни, да, идеи всегда немножко подавляют жизнь, да, и, с другой стороны, попытка передать саму жизнь, да, вот, казалось бы, несовместимые задачи, но вот великий художник, он потому и велик, что он, ему дается эти полярные задачи совместить, и получается совершенно неповторимое искусство, да, как и в случае с Достоевским, кстати. Ну, в этом смысле кинематограф, он действительно уникален, потому что он неслыханные возможности предоставляет. Это такой своеобразный синтез искусств, здесь сразу как минимум три элемента, это визуальное искусство, сама картинка, да, затем музыкальное искусство, это возможность сопровождения картинки вот различными там музыкальными темами, и словесное, потому что здесь идет диалог, здесь могут звучать стихи, как это часто бывает у Тарковского, вот, и вот за счет такого, так сказать, эффекта 3D, в кавычках, кино, оно имеет шанс, так сказать, проникнуть в душу зрителя, это очень такой эффективный, как бы, вот, луч. И я вот в связи с этим даже сравнил, скажем, воздействие кинематографа с богослужением. Вот у Павла Флоренского, знаменитого священника, русского богослова, была такая статья «Храмовое действие как синтез искусств», где он указывал на то, что в ходе богослужения верующий задействует все свои органы чувств, эмоциональные и рациональные способности, и как бы он полностью погружается в эту некую духовную реальность. Также и кино, оно захватывает человека, особенно если речь идет о классической ситуации кинозала, погруженного во мрак, где благоговейная тишина, где, так сказать, человек обо всем забывает и полностью погружается в эту мистерию, разворачивающуюся на экране. Да, это хорошее сравнение. Тем более в случае с Тарковским, ведь итог должен быть тот же, да, как в молитвенном действии. Человек должен каким-то сакральным смыслом прикоснуться, так и Тарковский всегда утверждал, что его фильмы должны в вас рождать вот какое-то ощущение сакрального, божественного, да, это... Мне кажется, что Тарковский, он как раз этим пользовался, он это осознавал и сознательно этим пользовался. Он в своих фильмах старается как бы человека, вот как тот самый сталкер, герой знаменитого его фильма, он как бы выступает в роли проводника, он ведет человека в неизведанное, как Тарковский интерпретирует современную культуру в своих фильмах, потому что, в общем-то, далеко не простая и неоднозначная трактовка образ современной культуры, кризис современной цивилизации. Тарковский, он, в общем, режиссер, который бьет в набат, он часто какие-то обнажает язвы цивилизации, язвы человеческой души, чтобы человек осознал и, так сказать, встал на путь исцеления. Ну, в данном случае, скорее, не о язвах надо говорить, а о том, что он увидел то, что, на самом деле, сейчас-то очень многие уже и художники, и философы видят. Ну, вот там еще лет 30-40 назад это не казалось таким очевидным, хотя вот он очень четко и даже резко, мне кажется, иногда это говорит. Он как раз видит, что за растущим материальным благополучием нашей цивилизации, вот этой упорядоченностью жизни, за этим благополучием, на самом деле, очень неблагоприятная ситуация с духовными смыслами. То есть, человечество катастрофически теряет духовные смыслы своего существования, то есть, оно перестает понимать, зачем оно живет. Человек становится вот неким придатком этой функционирующей такой материальной системы, он не целиком погружен в это материальное, и не видит, что на самом-то деле смысл жизни и как бы осмысленность его существования в целом, она не в этом, не в материальном, а в духовном. Это как раз тот случай, когда Тарковский не боится даже некой дидактики, потому что в его фильмах герои буквально рассуждают об этом, там, ну вот, там, в последнем фильме «Жертвоприношение», там, главный герой господин Александр в беседе там со своим маленьким сыном прямо об этом говорит, что человечество утратило понимание цели своего существования, да. И вот сейчас опубликованы дневники Тарковского, да, они помогают понять, насколько он сам трагически переживал это, да, в дневниках постоянная тема вот этого кризиса, кризиса современной цивилизации, которая целиком, да, стала потребительской, материальной и забыла вот об этих духовных смыслах. А духовные смыслы ведь это смысл религиозный, да, и поэтому вот это чрезвычайно важно, что, хотя он был советским художником и, собственно, по воспитанию, по образованию он совершенно, ну, был чужд религиозной жизни, да, это, кстати, все его родственники признают, и он сам, собственно, как бы это признает. Но, тем не менее, вот как художник, пытаясь поставить самые важные, главные проблемы человеческого существования, он, безусловно, пришел к необходимости, вот, как бы, оправдания, да, того, что вот в нашей жизни не хватает вот этого религиозного измерения, да, поскольку оно, это есть высшая духовность, религиозное измерение, да, и, по сути, он прямо признает, что его искусство религиозно, да, это советский художник в 70-е годы в дневнике, например, причем он пишет о фильмах, которые, ну, традиционно в таком контексте, по-моему, никто и никогда и не рассматривал, например, он пишет о Солярисе, да, ведь фильм, посвященный, ну, построенный на совершенно научном, таком фантастическом сюжете, скорее, там, научно-технические проблемы, какие-то проблемы познания, там, да, кажется, на первый взгляд, да, и в то же время Тарковский прямо в своем дневнике пишет, что вот я снял религиозный фильм, да, то же самое вот по поводу Сталкера, да, одного из, по-моему, лучших его фильмов, где он пишет о том, что здесь, наконец, вот, мне удалось сделать то, что мне не удалось в Солярисе, прикоснуться к трансцендентному, даже так он пишет, то есть каким-то высшим абсолютным сферам религиозным, да, и даже добавляет, что я понял, о чем этот фильм, это фильм об Иисусе, такая немножко загадочная фраза, потому что там, как бы, не видно Иисуса Христа буквально, да, как у Достоевского в творчестве, и тем не менее, вот, оказывается, Тарковский, снимая Сталкер, думал о том, что этот фильм ставит, ну, те же вот важнейшие религиозные проблемы, в том числе проблему образа Иисуса Христа, как какого-то символа человеческого существования. Да, вот вы снова упомянули о Достоевском, в связи с Тарковским, и это действительно не случайно, потому что Достоевский был одним из любимейших писателей Тарковского, и, насколько я помню, Тарковский долгое время вынашивал планы экранизации произведений Достоевского, и у него, так сказать, различные аллюзии на Достоевского присутствуют и в фильмах, ну, во многих, там, и в «Зеркале», и в том же вот «Солярисе», когда один из астронавтов говорит, это все какая-то Достоевщина, там, да. Главное, их сближает действительно единство темы. Так же, как, так сказать, Достоевский был озадачен проблемой человека, так же это проблемы центральные для Тарковского. Именно человек является центром мироздания, и от человека зависит судьба мира в конечном счете по Тарковскому. И, кстати, вот не просто вот эта вот проблема, так сказать, утраты духовности, ну, нам могут возродить, ну, и что, типа, ну, мы предпочитаем, так сказать, материальный комфорт, а духовности ее в карман не положишь. Но Тарковский, он же ведь не просто проповедует, как какой-то там галашатый, а у него в последних фильмах присутствуют апокалиптические образы мировой катастрофы. Он считает, что тот путь, на который встало человечество, вот этот путь такого бездумного, чисто материального развития, отказа от смыслов, от духовности, он ведет глобальной катастрофе, будь то ядерная война или экологическая какая-то катастрофа, но вот целый ряд таких образов он в этих фильмах присутствует. И все-таки в этом смысле, я возвращаюсь к тому, с чего начал, все зависит от человека. Каким будет человек, таким будет и мир. Да, совершенно верно. И вот именно здесь он наиболее близок к Достоевскому. То есть, вы правы, в том случае, он постоянно упоминает Достоевского. Тут даже доказывать не надо его некую зависимость такой вот в смысле философских идей Достоевского, потому что он прямо про это опять же в дневниках, в своих теоретических сочинениях пишет. Герои действительно его говорят. И многие сцены в его фильмах, они намекают на какие-то сцены из романов Достоевского. Там известная сцена в типографии, когда вдруг вспоминается Капитан Лебяткин и его сестра, там известная сцена, где явный такой вот отсыл к теме Достоевского. Но вот здесь, если мы говорим о принципах философии уже Тарковского, о том, какие философские идеи он в своих фильмах пытался выразить, конечно, мы опять же и вот эту главную идею Достоевского должны вспомнить. Человек как центр мироздания. И Тарковский именно на этом пути пытается строить свое представление человека. Более того, он усиливает, действительно, вы правы, вот это положение. С его точки зрения человек – это существо, которое мы сами себя не знаем. Мы загадочные существа, которые живем в убеждении, что мы слабые. Но на самом деле мы сильные. Идея какой-то такой внутренней особой силы, которая в человеке есть, это одна из важнейших идей Тарковского. И если мы сумеем эту силу, она нематериальна, она как раз скорее на пути духовного совершенства заключена. Если мы сумеем ее раскрепостить, действительно, тогда мы можем сделать мир иным. Мы можем повлиять на этот мир, изменить его каким-то таким странным, полумистическим образом. И мне кажется, что именно эта идея самая главная в его наиболее известных и наиболее загадочных фильмах. В «Сталкере», например, что такое эта зона. Три этих путника идут по зоне. И вся проблема в том, что существование в этой зоне абсолютно не похоже на существование в обычном мире. В чем загадочность, необычность этих отношений? А в том, что эта зона, это такая сфера бытия, где вот это вдруг обнажается зависимость окружающего мира от человека. Сам человек определяет ситуацию в этом мире. Он вдруг ощущает, что не он зависим от мира, а мир зависит от него. Но проблема человека в том, что он еще, условно говоря, не умеет освоиться с теми силами, которые в себе он находит. Действительно, он влияет на этот мир, но он влияет еще стихийно, не систематически, и поэтому скорее это влияние его же может и погубить. Он настолько радикально меняет мир, что сам не может в этом мире выжить. Вот мы должны научиться, мы должны раскрепостить с одной стороны в себе эту силу, сила, которая способна изменить мир, но с другой стороны мы должны ее контролировать очень точно. А для этого нужно глубокое понимание себя самих, а это и есть духовность. Понимание себя, своих отношений с миром, мира в целом. Вот это человечество утратило. Если оно сумеет в себе возродить вот это измерение и до конца понять себя и свое положение в мире, тогда мы потихоньку начнем этот мир менять, и тогда от края пропасти отойдем. Хотя, как последний фильм показывает, он считает, что уже на самом краю человечество стоит. Но даже на этом краю, вот интересно, этот фильм ведь очень пессимистичен, на первый взгляд, да, там все, апокалипсис идет, он начался. И все равно даже в этом крайнем пессимизме есть нота оптимизма, да, все равно человек, человек центр всей реальности. Даже если реальность гибнет, все равно у нас есть силы, раскрепостив которые мы можем мир спасти. Да, и вот там герой, как бы, да, каким-то невероятным таким усилием, раскрепощая в себе эти силы совместно с другими людьми, да, он спасает мир. Хотя интересно, что там есть прямое обращение к Богу, но вот в данном случае я это интерпретирую именно так, как вот и Бога в творчестве Достоевского. Бог это скорее вот некая загадочная глубина в нас самих, вот это вот внутреннее какое-то божественное измерение в человеке. Если человек найдет его в себе и сумеет раскрепостить, ну тогда вот именно он своими усилиями, ну совместно с другими людьми, тут надо еще иметь в виду, что мы все-таки связаны как бы друг с другом, и мы все вот этим усилием спасем мир. Игорь Иванович, даже если, так сказать, вот обращаться к тому, что вы называете традиционной церковью, то и по ее учению все равно мироздание вручено, так сказать, судьба мироздания вручена Богом человеку. Поэтому вот то, о чем фильмы Тарковского, то, о чем писал Достоевский, это особенно актуально, мне кажется, в нашу эпоху. Сейчас, когда человек вооружен такими фантастическими, техническими возможностями, когда он освоил космос, вот, он в состоянии уничтожить свой земной дом, вот, но задачу познания самого себя он по-прежнему так и не решил. И эта задача на самом деле является самой главной. Благодарю вас за этот чрезвычайно интересный и информативный разговор. Порой русскую философию критикуют за недостаток оригинальности, за некую вторичность по отношению к западным направлениям мысли. Впрочем, это можно истолковать и как глубокую погруженность ее в контекст мировой философии. Что же касается оригинальности русской мысли, то о ней ярко свидетельствует творчество обсуждавшихся нами сегодня русских гениев, которые востребованы отнюдь не только в России. В частности, Достоевский оказал сильное влияние на таких властителей дум современной эпохи, как Фридрих Ницше и Зигмунд Фрейд. А к истолкованию глубоко философичного кинематографа Андрея Тарковского сегодня обращаются интеллектуалы всего мира. Духовное послание русских художников-мыслителей остается в высшей степени актуальным для человечества. Спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»